Это наивные цветы. Они не убедительны в пространстве, но они могут быть гораздо интереснее и убедительнее в силу эмоциональности. Реализм для эмоциональности берет экспрессивные формулы укладки краски. И это действительно дает определенное напряжение на холсте, волнение. Но вот это мутное, недосказанное, поэтичное у интуитивной живописи, которой теперь на Западе практически большинство, оно обладает каким-то звучанием, на которое можно смотреть бесконечно. Ну просто потому что там нет что рассматривать. Ты рассматриваешь настроение, ты рассматриваешь состояние, а не форму. Форма, она очень быстро заканчивает интерес. Ты все рассмотрел, потерял интерес. И здесь так и не произошло, что рассматривать. Ты все время находишь какие-то интонации, интонации, интонации. И ты вроде можешь общаться с этим предметом творчества, чьим-то, многое-многое количество раз, оно может не надоедать. Конечно, на этом паразитирует графоманство. Графоманство от интуитивной живописи. Очень много абстрактных, нагловатых вещей, шлепков на холст, просто брызги на холст. Я считаю, что это графоманство, когда это уж совсем откровенный вызов к зрителю. Вы будете смотреть и это. Ну это немножко циничный подход. Но мы знаем массу примеров не циничного подхода в этом смысле. Тот же Шагал, да? Это же вообще чудо-чудо дивное. Тот же Мадыльяни. Форма относительно глаз нет. Даже глаз нет. Щель. Амбразура. Вырезка. А насколько они поэтичны? Фигуры у Мадыльяни. Поломанные. Поломанные люди. Или растянутые, или скомканные. И не только что у них. Это просто яркие примеры. Вот мы сейчас постараемся. В русской жизни у нас это проблема. Несмотря на то, что мы очень интуитивные. Мы очень иррациональные. Каждый как индивидуум русский человек очень творчески богат. Но когда мы сбиваемся в стадо, в общество, мы становимся каким-то монолитом, от которого вообще трудно добиться какого-то результата. Мы не творчески способны общественным. Мы очень творчески способны на каждом отдельном индивидууме. Особенно, конечно, русская женщина, это вообще беспрецедентно. Поскольку основная масса прихожан на уроки живописи это женщины, то, конечно, в первую очередь я обращаюсь в этом смысле к женщинам, у которых и так с интуицией все в порядке. Но, тем не менее, мы попытаемся еще и еще взбудоражить это в нас начало. Начало. Интуитивное. Право полушарное. Ладно? Все. Действуем. Так, значит, ну, собственно, к станкам. Значит, на одном холстике я буду показывать, на что я, собственно, намекаю. А вы у себя. То есть, наша будет игра вот такова, что я вам не рисую. Вы сами рисуете. Вы сами ищите. И только наш диалог, наш консультативный диалог будет способствовать финишу картин. Собственно, наша задача вообще не финиш. А сам путь. Сам поиск. Ищем поиск. Для удобства есть технические способы работы. Мы пачкаем. Мы уже, нам уже больше нечего бояться. Все, уже все испачкаем. Мы швырнем белило. Ну, кисть была в бою, поэтому она слегка не белая. Мы, тем не менее, вот так гуашево подбросим белило. Все подбросим. Мы посмотрим. С этим действительно можно будет релаксировать. Если все то требует напряжения ума, то наша задача сейчас как раз релаксировать. Накидали мы белило. Накидали их мокрую сметану. Накидали, накидали, до самых краев накидали. Все у нас в этой сметане. А дальше мы берем основные цветики. Этим движением, штрихователем, создаем тот самый первичный хаос. Чтобы живопись была живописью и было красиво, есть три основных цвета. Розовый, вы видели, или там красный, желтый и голубой. Белило, которое мы положили не напрасно, а для того, чтобы мы слишком ядовито не начали. Слишком ядовитый цвет нас перепугает. Когда цветики брошены на разбел, а там у нас белило, с ними уже легче работать. Они уже более нежны. Это не значит, что можно брать нежные красочки и этого добиться. С нежными красочками другая проблема. Мы захотим напрячь, а оно не напряжется. Активные краски, которые мы используем, с активным пигментом, это может быть вот так и не напряжено, и напряжено. То есть создаем с вами первичный хаос. У кого-то может быть, будет этот хаос в пользу зеленого, у кого-то в пользу розового, у кого-то в пользу фиолетового, у кого-то в пользу голубого. Но мы создаем с вами просто первичный хаос. Везде-везде по холсту расшвыряем эти цветовые пятни. Везде-везде. Штрих, штрих, штрих. Плошмя мастихиином он создаст красивое. Это идеальная формула для фоновых историй. Очень простая и очень убедительная. Вот эти штрихочки создают мягкое, поэтичное звучание всему. Вы видите. Мало того, она собирает краски на краях. Вот это штрихование собирает краску на краях. Что тоже звучит. Как бы густота краски нас в принципе часто возбуждает. В данном случае это хороший ход. Пусть она накапливается на краях. Кроме этого появятся, в дальнейшем появятся вот эти все мутности и растертости. Вместе с густотами хорошо звучат. Просто само по себе растертое и густое вместе хорошо звучат. Давайте. Пачки. Путин. 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 По новому петню может быть грязь. Не бойтесь грязноватых цветовых сочетаний. Грязца даст возможность красиво выявить чистый цвет. Поэтому грязноватого фанового набора не бойтесь. То есть это будет сложный цвет. Еще помните, что основная цветовая завязка это красный, синий или голубой и желтый. То есть когда все трое, это очень цветно и очень нарядно. То есть поскольку нет внятного рисунка, есть возможность жестикулировать, что тоже очень важно для того, чтобы освоиться на толсте. Красивые жесты, расштриховки и жесты по вот этой скользкой масляной среде. Сейчас пройтись, посмотрите, у вас красиво, там красиво. Это уже само по себе здорово. Один из вариантов нахождения какого-то содержания в картине вот в таком цветовом петне был бы вот такой. Ну, например, да, вот просто резьба мастихином создаст идею рисунка. Может быть, это было бы лицо. Вот стерка. То есть очень удобно рисовать вот таким образом. Это мог бы быть линейный рисунок, более тонкий, если надо, если надо. То есть даже просто создание каких-то линий, создание каких-то линий уже дает, ну, вот идеи Кандинского, Леже, да, уже формируются. А может быть, более изящный рисунок, если кто чувствует силы в рисовании, можно начать разрабатывать и вот таким образом. То есть и мастихин с его режущими возможностями вырезает рисунок. И, конечно, если надо, темные, темные поддержки, если надо. То есть можно поискать рисунок, можно и дальше продолжать цветовые импульсы на холст. Может быть, это появятся импульсы такого характера. Например, более уже выразительного характера. Может быть, это будет просто абстракция. А может быть, в этой абстракции что-то появится. То есть как вариант и так, и укладывательно, укладывательно, и резательно, и даже деликатненько. Ну, извини, что я тут так распорядился, но это тоже наше с тобой уже наитие. Вкусно, когда, допустим, полет в одну сторону чуть перерезан ритмом и в другую сторону. То есть два ритма. Вот два ритма уже, смотри, прикольнее, правда? Прикольно. Лично мне вот прямо просится вот такой крюк. Вот, если ты позволишь, я крюкну. Какой-нибудь вот такой птичий крюк. А уже дальше, может быть, разработать до чего-то. Вот туда куда-то. К свету. Еще что-то. Не думал, с ним все. Мне нравится композиционное. Идея волос по вот этой направленности. Ну, я же понимаю, что это лицо. Да, да. Вот. То есть можно эту идею зеленявых волос развить. Да, потому что это фантастическое существо. Можно меньшим мастихином осуществить поиск черт лица. Они найдутся. Можно темнотенькие чуть-чуть вот теневые проявления подсунуть. Теневые. Ну, как вариант. Да. Очень красивый звук вот здесь. Вот прямо очень красивый излом. Морочаем холст, пока вдруг что-то там не захотело появиться. Очень много художников работает по такой схеме, когда они мусолят, мусолят. Даже русских художников. Ожидая появления подсказок. Просто мусолим краску, пока не появляется подсказка. Опять же, можно экспериментировать в таком ключе. Может быть, так оно внятнее. На мой взгляд, белил не хватает. Вот так по ощущениям не хватает белил. Причем белила могли бы лечь не только где-то в центре. Но вот появилась эстетическая подсказка. Белый вдоль. На мой взгляд, это подсказка. И вот сейчас мы попробуем эту подсказку реализовать. То есть, густота краски вдруг появилась. Да? Да. Есть что-то в этом. В поддержку к белому здесь, можно здесь развернуть какой-то... Посмотри. Достаточно хотя бы маленького напряжения в картине, вот хотя бы в каком-то месте. Как она сразу практически приобрела смысл. Вот это напряжение сразу дало картине картинность. Сейчас белило надо еще. И может быть в компанию воротниковая белость. Да? Просылась, но уже... Ну, это могли бы быть и деревца какие-то в жарких странах. Это пророк. Ну да, да. Огненные крылья, волосы. Угу. Люди, пламя. Живым. Что я бы, честно говоря, может быть даже и приостановился. Ну, значит, хватит. Потому что он... Вот это художник идет со всеми его возбужденным каким-то творчеством. Честно, вот несмотря на его искривленность, он очень звучащий. Я бы, может быть, и остановился. Вот это беречь, как зеницу лока. Вот это все беречь. Вот это все беречь. Да вот беречь, я не знаю. И там все красиво. Я не знаю. Может, не надо уже больше. Идеальный парень. Очень живой. Очень живой. Есть такой художник Зверев. Это по-зверевски. Он в 60-е, 50-е годы, недавно выставка его была шикарная. Вот у него такие образы, вот такие. Вот если что, потом заглянешь в интернет, это Зверевщина. Ну, искать надо, искать надо. Ничего себе, я не поняла. Нет, красиво. Очень красиво. Очень. Я бы вот это вот внизу бы все оставил. Вот прямо вот все это бы оставил. Не надо бы никакой прописки. И это красиво. Вот что-то здесь с центром доразобраться, на мой взгляд. Вот это очень живой кусок. Вот это очень живой кусок. Вот надо умудриться разобраться с центром. Может быть, создать элемент рисунка, чтобы все-таки где-то этот элемент рисунка. Может быть, руки с рисунком, с рисунком, вот понимаешь, вот с каким-то... Прикольно, Люба, прикольно. Вот это очень красиво, вот это. Ну и здесь тоже хорошо. Действительно, она так прямо. Танцует, танцует. Ой, жалко, там так все красиво, я бы не стал. Не стал ли? Я, может быть, с этой рукой бы чуть-чуть поразбирался бы. Вот туда бы ее потянул. Чтоб она все-таки появилась, эта ручечка. Понимаешь? Уже та вторая могла бы быть вот там же. Там же. А вот эта, чтоб она появилась. И, может быть, даже сама оранжевость. Оранжевость руки бы появилась, которая что-то держит. Да? Что с волосами сделать? Ну, синисть волос, может быть, снабдить тоже какими-то цветиками. Может быть, ручень она синяя. И поискать идею волны этой волос, да? Все-таки поискать чуть-чуть. Ну, очень живое здесь проявление. Ну, может, немножко приубрать вот эти. Ну, поискал. Поискал. Хотя, вот частично, может быть, даже где-то обогатить этими линиями. Ну, к примеру. И, может быть, чтоб они не спорили, вот эти два пятна. Смотри. Превратить в грязцу. В грязцу. Вот это пятно, чтоб оно не сопротивлялось вот этому месту. Только, Берилла, ты не пробовала выдавить? Поскольку у нас тут розовый лейтмотив, может быть, добавить чуть-чуть, но замутнить, загрязнить. Да? Да. Очень живенько все складывается. Лицо, может быть, упростить, чтобы не было... Вот здесь очень вкусно, а здесь мужиковато. Пусть больше приблизительности. Может быть, на губы сделать акцент, на красные, яркие красные губы, например. Все остальное лицо взволновано, бровки домиком, а губки горят. Тревожные. Вот мы можем поступить решительно. Пока нам здесь мало что нравится. Взять и вернуть сюда то, что нас уже взволновало. И это тоже способ. И это тоже способ. А широкого кругозора в подобной живописи у нас нет. Вот. То есть мы не очень интересовались живописью, абстрактной живописью. Недоскаженные. Вот эта гора там права не растет. А там еще сзади какая-то гора. Да, там вдали еще одна гора. А здесь, здесь вот эти вот предгорье. Предгорье. И я бы такой, что взял бы, например, озеро бы создал. А, горное озеро. Да, я тоже ничего. Посмотри, как с озером жизнь налаживается. Смотри, можешь и дальше попробовать. Давайте немножко попробуем. Ну-ка, ну-ка. Держи. А здесь красиво. Красиво. Угу. 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 Ну, увлеклась густотой, густотой и увлеклась, ну, прежде всего, густотой. Потому что, если бы все это, поиск, поиск продолжался бы не густой краской, а вот такой, толку было бы немножко больше. Вкуснее укладка вот такая. Густота нужна, как что-то решительное. Вот такая полугустота, как поиск уместнее. Мало того, густую краску положила, не точно, и уже поправить почти невозможно. А нам бы, может быть, хотелось бы чуть-чуть разнообразнее этот зеленый. Не такой танковый, да? А какой-то... Логично, что там тоже зеленый. Ну, да. Ты сразу импрессионизм. Сразу Ренуарчиком запахло. Но у Ренуара не бывает синих волос. Я бы, честно говоря... Это для разнообразия. Да? Я бы, честно говоря, сбрил бы и все-таки коричнево-рыжие бы нагнал. Ух ты, какое у него лицо! Ишь ты, действительно пророческое. У пророков еще классическая одежда вот такая. Обычно. Согласна? Да. Посмотри, что делается. Хорошо, цвет тоже, да? Посмотри, что делается. Сразу. Сразу. И где-то здесь рука. Одна. Рука. Другая. Смотри, смотри, вот его руки. Вот его. Простерты к ним. Да? А лицо хорошее. Это вкусно? Да. То есть, как вариант. Вот белый может жить в чистом виде в картине. И это достаточно интересно. Есть общий ритм какой-то вот такой, да? Противостать этому ритму. Ну, это чистые эстетизмы. Иногда они происходят интуитивно. Человек замечает, что, ух ты, там какой-то ритм. А ну-ка я его разовью. Получше? Получше. Намного получше. Ты согласен, что растертости до поры уместнее? Как-то вот с ними гораздо поспокойнее. Что-нибудь такое? Да, может и не надо. Там что-то такое. Вот свете-ка бы сюда, чтобы отделить шляпку от зелени. Тоже вот слово «ритм» появляется, да, у нас. То есть, это как бы знание о живописи. Но иногда мы чувствуем это ритмами. Многие люди, исполняя картину, чувствуют и делают ее ритмованно, что хорошее. Ух ты, смотри, какая замечательная пустота. Замечательная пустота. Хочется чего-то в этой пустоте. Си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си. Это, может быть, похоже на кусок моря такого. Ой, какая красивая пустота. И так было красиво, и сяк. Это смахивает на глазик? Вполне. Это смахивает на носик? Еще как, это прям огромная ложка. Понимаешь? Вот, может быть, и все. Знаешь, такой минимализм. Одна какая-то линия, намек на нос и живой, чувственный, чувствительный глазик. Живенький. Посмотри, какая. Люба, посмотри. Это красиво? Да. Мне очень нравится. Я тут еще не могу ничего еще. Прямо. Ничего, кажется. Да, есть такая в Киеве современная галерея. Где вот такие картины-источки. Может быть, даже глаз прорисовать, остальные ничего не надо. Ну да, да. Ну вот мы немножко как бы прорисовали. Может быть, сейчас бровку немножко сделаем грустненькую. Мне было лучше. Мне нравится. Причем он в самом центре, на пересечениях. То есть он оттуда смотрит. Ну да, да. А это нравится? Вот то. Вот то ничто. 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 Ничто напоминает. Вот этот глаз, а вот этот вот здесь. Ну и еще здесь вот эти вот его. Да. Он прячется. А мне это девочка. А это может быть единорог, например. Единорог? Грустящий. Нарисовать его рук? Изо лба, не из носа у них рога растут. Это у носорога растут. У носорога. У носорога. У носорога. Чулень. Нет, это может быть собака, грустная-прегрустная. Может. Пробуем. Ну, знаете. Конечно, грустно, когда рога. Как-то рог ему не идет. Не, не надо ему рог лак 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 лак. Все лишнее. Конечно. Все лишнее. Вообще, это не понятно, что. А вот так теперь каждый думает. Кто бы это мог быть? Знаешь, вот сколько мы уже версий. И про собаку услышали. про лося. Я птицу на самом деле сначала за клевом. А здесь нет клева? Ну, для меня он клев. А меня восхищает вот то пространство, которое там есть. Вот оно создает этой мгле смысл. Потому что это плотное, а то безвоздушное. Как воздушная, наоборот, среда. Они очень наконечны. Как это наше озеро? Нормолетик. Не шпатлюй, только штрихуй. Только вода любит быть вот такой зеркалом, пустым, вот таким, ритмично наштрихованным. Ой, я не люблю одиноких женщин. Давайте ей породилось. Как привидение. Тогда одинокое привидение. Ну, подумай, чем там можно. Ну, травы не спасут, надо какое-то маленькое содержание этому придать. Какие-то домики. А здесь красивый кусок. Я бы его не... Домики, шмомики. Отлично. Слушай, а что если попробовать этим волосам? Хотя красивый закрутелек. Ну, давай попробуем. Вдруг это будет интересно. Дать волосам хоть какой-то... Угу. Да, хорошо, когда выходит. Ага, ага. Ну, хорошо. Можно сверху добавить. Так у нее вот эта рука тоже, да? Ну, по идее, да. Ух ты! Ух ты! Прикольно! Я же не говорю, она какая-то такая получилась в движении уже. Да, да, да. Хорошо. Какие разные, да? Какая тишина и покой. Умиротворенность. А, его надо назвать правильно. Умиротворенный зверь. Ну, а что, в современном интерьере? Да, 15 тысяч долларов главное. В названии... Умиротворенный. Умиротворенный зверь. Запятая, да? Да, 15 тысяч долларов после запятой. Умиротвори в себе зверя. Вот что интересно, да? Вот полная грязь цветовая, да? И только легкие звуки чистого цвета дали всему решенность, красивость. Ты согласна? Да. Молодец. Вот, помогите мне вот, чтобы... Зелень, допустим, у нас уже есть. Цветков не хватает красивых. Кстати, посмотри, вот я сейчас выгребаю, а оно красивеет. А оно начнет красиветь. Посмотри, что делается. Посмотри, это же красиво. Да. Вдруг ни с того ни с сего. Тоже успеваем посмотреть, подумать на то, что происходит. Сбрил бы я. Вот, значит, густота не наш друг. Да? При том, что мы густотой иногда пользуемся, но почем зря не спешим ее вложить. Только если мы поняли, нужна густота. Вот я понял, где густота нужна. Вот. Сейчас скажу тебе, где. Где я понял. Вот здесь чуть-чуть нужно. Вот этим листиком. Вот этим листичком нужно чуть-чуть густота. Это прикольно? Угу. То есть не полная густота, да? Не полная густота. А худая. Давай. Накладывайте еще. Подзбрей, подзбрей, подзбрей. Наоборот. О, начались, начались. Это уже, уже какие-то претензии на содержание. Значит, вот на той картине мы сделали изобретение. Когда мы выцеганили краску вот до такого. Это согласен, что это красиво в сочетании с этими густыми проявлениями? Согласен? Да. Мы обнаружили, что это красиво. Ну-ка, попробуй. Кое-где. Не всю картину вымазать теперь? Ну, такой это русский пророк. Вернее, нет. Гуцульский. Он все-таки в своих там этих травах-травах бесконечных. Еще этих труп не хватает длинных. Нет. Он такой, который народный. Не, прикольно, прикольно. Сумасшедший он несколько длинный. Ну да, да. Ну классно, классно вот этот взрыв. Не надо вот здесь свет еще сделать. Можно. Вот так. Смотри, смотри. Оно? Ага, ага, ага. Вытерло краску. Тоже помигало этими всеми. На самом деле импрессионизм хитрый, хитрый. Он придумал идею, он придумал импрессионизм идею многих мелких мазочков. Многих мелких мазочков, которые собирают в какое-то марево вот такое, вот такое. Угу. То у берега появляется дополнительное содержание. Прикольно? Угу. Дополнительное содержание. Так. Вот я вот так думаю все-таки. Вот я тут, кстати, летнула, наверное, с Дубрачом. Они не передали, не вписались. Ну, сделай что-нибудь. А? Слушай, ну, я вообще в восторге от этой вещи. Я тоже. А мне хочется еще какую-нибудь светлатую добавить. Причем хочется сразу сделать гигантский формат. Где-то полтора на два, где вот такой тусклый зверь. с глазом. И вот то кусок неба где-то. Вот небо создать именно вот тем способом. И все. И я думаю, что это претензии на сто тысяч долларов. И намек на глаз тоже был твой. Ну да, случайно так получилось. Ему просто помог чуть-чуть. Причем такое же могло бы и человеческое лицо быть. Ну, скажем, профиль, да? Да. Такое же мог быть. С одним вот таким глазом, с вот такими губами. Правда? Могло бы быть и человеческое лицо. Игорь, скажите, как дом рисуется? Как дом рисуется? Да. Так. Спичечный коробочек. Одного дома. Второго. Третьего. Еще какого-нибудь. Еще. И крыши. Рыженькие. Обычно. У таких домиков. Рыжие крыши. Крыши. Вот такое что-то. Смотри, смотри. Маленькое окошечко. Царапонька вот такая. Царап. А это достаточно еще покидать? Можно еще покидать. Можно явственней. Да. Кажется, что-то я делаю. Звучащие. Звучащие. Ты согласен? Да. Посмотри, что делается. как некое тело вторгается до живое тело вторгается в эту среду давай еще в этом смысле может быть может еще где-то это хочет быть там и было то она где-то там было бы веточки но не из спины ладно а вот шляпку что можно сделать штрих штрих полюби штрих хорошо слушай посмотри какие волосы стали у нас единство что вот это вот место и шляпка это круглое это эллипс формы эллипс и рыжесть которую ты до сих пор жалеешь сразу еще можно поступить вот так как бы сказочно неправдоподобно листики накидать или как если бы листики часть листиков вышла на передний план смотри вот такими вот такими вот такой сенький вот так вот так вот так хорошо она но ничего ничего не простецки даже разница фактур разница фактур сделала ее картиной по по качеству укладки краски эта картина разность укладки и и и правда же зверь не печальный и не грустный он просто спокойный я тебе скажу я там сейчас на камеру проговорил мысль о том что вот самая удачная работа из всех получил максим максим закрытом там табачище идет это зверь это язык живописи в котором можно создавать серии и этот язык получился у нас естественным образом мы его не ни у кого не подсмотрели мы из себя его достали то есть в этом ключе может стать серии это могут быть и портреты людей вот с такой тишиной тишиной старой фрески от которой осталось только что-то главное все остальное пострадало да но в данном случае это язык а ничего не пострадало конечно но я не согласна с тем что он грустный он просто умиротворен умиротворен то есть никакой грусти тоски печали здесь нет здесь все очень хорошо спокойно замечательно я бы даже сказал безмолвие да 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 а точно вот но тоже хорошая работа очень дивная просто все одно жалко что слишком ты увлеклась вырисовыванием красивый звук здесь поставила здесь если бы она и в мордочке была бы такая смазаненькая было бы прикольнее ну мне жалко там все-таки труды и прочее ну вот в этом ключе можно работать причем опять же с большими форматами согласна что было бы это гигантского формата тогда бы кстати легче было бы и лицо смазать красиво смазать красиво на маленьком немножко трудновато смазать красиво и такие маленькие формы вот так что в принципе можешь повторить ее на большой формат картина эскиз к большой картине у тебя есть ну и что там стоишь медомиками то хоть и какие хорошие швейцарские озера ну это наверно пророческая картина быть тебе наверное отдыхающие в этом месте или владельцы владелицы недвижимости да части озера да вот по эту линию да надо здесь дано должно быть грязно должно быть мутное стеклянное вот такое никакое никакое там ничего такого звучащего не должно быть плюс лежачка нарочит сейчас другой мастихин нарочитая лежачка вот эти колебания на воде просиди их и какие-то пару звучиков нет тоже такое от сезана есть есть такой художник-импрессионист сезан сезан что-то сезановская в этом есть он бы еще конечно сосну здесь присобачил бы который пол картины бы закрылась но в принципе сезановская есть так отлично правда и может пару лепестоников вот сюда куда-нибудь тоже чуть-чуть в компании чтобы это место организовалась что замечательно композиционно ну как бы занижена да ну мы встречали и такие композиции в живописи поэтому по-своему уместный ход но вы согласитесь что вот такие натуралистичного характера работы выглядят как эскиз к уже более разработанной разработанной идеи когда вот допустим очевидно она похожа на ренуаровскую какую-то идею да найти у ренуары хорошие вспомогательные подсказки и уже написать эту же другую не эту не надо тут это останется как такой хороший милый этюд эскиз вот сделать прямо такого же формата сделать с учетом ренуаровских вкуснятин солнечных зайчиков которые там вся а так ну посмотри очень миленько ну вот ты и так заволновал что на нее не скучно смотреть если здесь был бы минимум линий от